сегодня мы с вами сделаем особенно красивую разновидность кимпаба в виде цветка все пропорции буду приводить с учетом на один ролл нам с вами потребуется 3 яйца имею ввиду достаточно больших яйца и также морковь на один ролл где-то одна треть моркови также грибы но очень будем использовать только шапку грибов одна штука красная паприка 1 4 или же можно использовать красный перец чили если любите острые крабовые палочки одна штука и огурец одна треть если любите острым можно заменить на зеленый перец чили сосиски ветчина или колбаса с учетом того что если это сосиска то одна штука данму джи желтая дайкон редька нужно будет одна полоска и также шпинат одно соцветие начинаем мы с вами с того что подготовим шпинат его нужно будет хорошо промыть потому что обычно на нем много песка и земли промойте шпинат несколько раз в холодной воде затем мы должны подготовить все достаточно большой объем воды доводим воду до кипения немного ее посолите и затем закладываем туда шпинат мы будем его бланшировать варим мы шпинат в общей сложности где-то около 10 секунд хорошо сначала опустить ножки шпината затем уже листья но при это не принципиально отварив шпинат мы должны остудить его в холодной воде кладем шпинат в холодную воду и когда он остынет мы его отжимаем хорошо отжимать шпинат небольшими небольшими такими объемами чтобы он давил сам на себя и чтобы не повредились листья отжав шпинат мы расправляем его листья это лучше сделать для того чтобы они более пропитались специями но можно и пропустить потому как иногда специи не закладывают а используют просто отваренный шпинат это уже по вкусу если вы хотите добавить специи то добавляются молотый чеснок сахар все зависит от того какой у вас объем шпината но мы помним о том что все специи это дело вкуса просто добавляете пробуйте смотрит чего не хватает обжаренные кунжутные семена и также соевый соус и кунжутное масло которое придает особый аромат этому блюду который тоже может использоваться кстати как закуска но сейчас не об этом добавив все специи если мы хотим их добавить мы все хорошо перемешиваем и приступаем к следующей ступени приготовления это яичные блины в одну емкость мы разбиваем яйца целиком и две другие отдельные емкости мы с вами будем размещать желток и белок отделяем желток от белка любым удобным вам способом затем перемешиваем все яйца с добавлением немного соли тоже делаем это любым удобным вам способом затем мы нагреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла хорошо распределить это вот таким образом используя бумажное кухонное полотенце и заливаем яйцо на слабом огне мы делаем 3 яичных блина один из желтков другой из белков и третий блин из цельного яйца то есть где желток и бел белок делаем блины по возможности как можно тот же и по необходимости обжариваем их либо с одной либо с двух сторон то есть как нас смотря насколько они хрупкие и насколько есть возможность теперь водоросли нори или для кимпаба три листа на один ролл уйдет мы нарезаем на 9 четвертей листа то есть два листа мы с вами разрезаем каждый на четыре части и еще от одного листа тоже берем четвертую часть теперь мы должны будем нарезать ингредиенты на тонкие полоски равные длину равны чтобы их длина равнялась ширине вот этой четверти листа яйца как мы поступаем нам нужно сначала круглую форму превратить в прямоугольную мы обрезаем края и затем квадрат разрезаем на пополам получает два прямоугольника и теперь нарезаем яичные блины на тонкие полоски указанной длины так мы поступаем с каждым из трех блинов которые мы получили теперь огурцы мы подгоняем их под нужную длину полосок затем мы не будем использовать огурцы целиком мы обрезаем с них кожуру отделяя ее от мякоти кожуру мы немного отступаем то есть захватываем кожуру где-то около пяти миллиметров и нарезаем это полосками указанной длины тонкими полосками максимально по возможности тонкими немного солим и отставляем в сторону на 20 минут при этом нужно их хорошо перемешать из них выйдет вода и они размякнут теперь займемся грибами у грибов мы будем использовать только их шляпки поэтому берите такие грибы у которых шляпки достаточно объемные потому что нам нужно будет их нарезать а полосками прежде указанной длины которая равняется у нас ширине четверти листа водорослей который мы с вами получили теперь приступаем к паприке и и мы должны помыть и почистить изнутри как я говорила можно использовать также красный перец чили если любите острое и нарезаем тонкими полосками прежде указанной длины как вы видите все наши ингредиенты они очень разноцветные теперь мы займемся морковью морковь мы нарезаем тонкими полосками указанной длины любым удобным нам образом теперь крабовые палочки тоже нарезаем тонкими полосками указаны и длины как видите у меня не очень удачный коробовые палочки они немного сыпались при нарезке поэтому будьте аккуратны при выборе кровавых палочек и теперь сосиска тоже нарезаем тонкими полосками указанной длины напоминаю что вы можете использовать также колбасу или ветчину и последнее это дан муджи желтая дайкон редька тоже нарезаем полосками указанной длины тонкими если бы у вас она была уже не в полосках желтая дайкон редька а иногда она продается целиком то тогда ее было бы проще нарезать так что имейте это ввиду и вот все ингредиенты я приводила пропорции с учетом на один ролл я же сейчас делаю как видите очень большой объем на очень много кимпабов для себя для соседей и знакомых и остатки можно использовать для бибимбаба теперь нам не нужно некоторые ингредиенты доработать морковь мы обжарим немного на растительном масле с добавлением соли делаем это на средне сильным огнем все время помешивая пассирую и до тех пор пока морковь не поменяет цвет и не размякнет по такому же принципу мы обработаем еще несколько ингредиентов а именно паприку красную паприку все делаем по тому же самому принципу добавляем немного растительного масла немного соли и пассирую обжариваем также поступаем с грибами а вот когда отдел доходит у нас до крабовых палочек и до сосисек или ветчины то здесь мы с вами не добавляем соль но делаем это на растительном масле и продолжаем только обжаривать пассируи до той степени готовности который нам нравится можно либо немного протушить либо достаточно сильно обжарить это уже так как вам нравится теперь а в нарезанные четверти листа водоросли мы с вами должны завернуть нарезанные полосками ингредиенты мы их сворачиваем в ролл как ведь я начинаю с желтков все очень просто просто сворачивайте ролл и когда доходите уже почти до конца вы должны закрепить кончик я делаю это при помощи отваренного теплого риса я его расплющиваю пальцем и использую его таким образом для склеивания расплющив по этому краю рис я закрепляю уже сворачивая ролл до конца по тому же самому принципу как вы сейчас видели а мы поступаем со всеми остальными нашими цветными ингредиентами нарезанными тонкими полосками по длине вот этих самых четвертей а водорослей всего в конечном итоге а мы должны получить таких вот девять маленьких роллов которые обеспечат нам наш цветок внутри порола теперь что мы делаем мы отрезаем половину листа водорослей в которые будем заворачивать цветочный ролл то есть мы не используем лист целиком мы кладем рифленой стороной наверх и теперь займемся рисом белый круглый отварной теплый и холодный не горячая теплый рис 1 пиала мы даже немного посолить полить кунжутным маслом и хорошо перемешать кунжутное масло соль это по вкусу и теперь мы распределяем рис по поверхности листа водорослей не толстым слоем оставив отступ у края теперь мы кладем эти маленькие роллы на лист с рисом образуя форму круга когда вы так и закладывать ролл обратите внимание чтобы именно желтый яркий желток оказался в середине этого круга и теперь мы заворачиваем ролл и закрепляем край при помощи риса так как мы делали с вами а прежде и уже заворачиваем ролл до конца теперь а полученный ролл мы смазываем немного кунжутным маслом по поверхности и остается только его нарезать возьмите обязательно острый хороший нож и когда нарезаете не давите сильно на сам ролл нарезаем мы кусками среднего размера удобный вам толщины где-то около одного сантиметра теперь остается только красиво за сервировать этот самый ролл тут уже дело вашей фантазии но настолько сам по себе уже красивый и яркий что я думаю здесь уже не нужно никаких излишеств надеюсь вам было интересно лайкайте подписывайтесь приятного вам аппетита здесь еще раз будет приведен способ приготовления и ингредиенты 了 что у тебя до конца